Всем привет, на связи i2Heart. Давненько у нас не было тестов видеокарт, не правда ли? Пора прервать наше видеомолчание, ведь появилось целых два повода. Вышли младшие видеокарты от AMD и NVIDIA, RX 6500 XT и RTX 3050. В чём они уступают более старшим видеокартам в линейке и насколько превзошли предыдущее поколение? Давайте разбираться. 6500 XT получила новую микроархитектуру RDNA второго поколения. Однако видно, что по количеству различных блоков она уступает RX 5500 XT. Особенно печалит ширина шины, объём памяти и, конечно же, урезанный до четырёх линий PCI-Express. Естественно, новая микроархитектура компенсирует всё это своей производительностью, наличием Infinity Cache, он же L3, да и банально частота новинки примерно на треть выше. RX 6600 в свою очередь имеет на целых 75% больше ядер, а всё, что касается памяти, больше в два раза. Какой-то огромный разрыв. И это не всё. Изменения коснулись также и медиаблока новинки. И они совсем не позитивные. 6500 XT лишили не только возможности декодировать видео с кодеком AV1, которых становится всё больше на том же YouTube, но и кодирование видео было полностью убрано. То есть вы не сможете записать происходящее на экране с помощью кодека видеокарты, только силами процессора. И даже RX 550 это могла. Количество портов для вывода изображения тоже сократилось до двух. Ну а волку кожура, как говорится. Теперь о RTX 3050. Если сравнить её с лучшим представителем 50-й линейки десктопных видеокарт прошлого поколения, а именно 1650 Super, то при том же количестве блоков она имеет в два раза больше CUDA-ядер, благодаря новой микроархитектуре. Объём памяти удвоился, а шина PCI Express претерпела, скорее, неприятные изменения, так как далеко не все перешли на системы с версией 4.0, но в остальном лишь апгрейд. RTX 3060 в свою очередь обходит её не на 100% и не на 75%, а на 40%. Разве что объём памяти и ширина шины больше в полтора раза, а PCI Express не ограничен восьмью линиями. По медиаблоку без изменений поддерживается всё, что умеет 3060. Итак, тестовый стенд. Соперниками новинкам будут выступать их старшие собратья RX 6600 и RTX 3060. К слову, их сравнения у нас на канале не было, так что заодно и здесь наверстаем упущенное. За старое поколение видеокарт в ответе GTX 1650 Super. Процессорная часть, Ryzen 9 5900X в разгоне и, конечно же, с настроенной памятью. В 3DMark Fire Strike RDNA 2 неплохо себя показывает. 6500 XT почти сравнялось с 3050, а 6600 с 3060. Новинки на четверть обходят 1650 Super, а их старшие собратья впереди примерно в полтора раза. В подтесте Time Spy результаты AMD просели, а отрыв 3050 от 1650 Super стал больше. В бенчмарке Блендера использовался OpenCL для красных видеокарт и Optics для зелёных. От сцены к сцене результаты разнятся. В целом преимущество за Nvidia, но интересно, что вышло бы, если бы в бенчмарк был добавлен конвертер из CUDA для видеокарт AMD, названный Khip. Самая большая сцена, Виктор, стоит отдельного рассмотрения. Она отлично демонстрирует недостаточность 4 ГБ видеопамяти. 6500 XT рендерила в 10 раз дольше, чем 3050, а 1650 Super так и вовсе зависала, пока мы не переключились на рендер с помощью CUDA. В тесте AIDA GPGPU можно сравнить не только терафлопсы, но и пропускную способность памяти, чтение и запись которой полностью зависят от версии PCI-Express. Так как у 6500 XT нет кодировщика, для неё пришлось выбрать софтверный метод рендеринга ролика в Adobe Premiere Pro. Но это не значит, что она не помогала. В целом AMD никогда не отмечались хорошей оптимизацией в этой монтажной программе. RX 6600 уступает в скорости рендера даже 3050, находясь между ней и 1650 Super. Далее у нас игры. Но перед этим небольшая реклама. Редактор субтитров А.Семкин Об условиях тестирования. Разрешение во всех играх Full HD, апскейлеры не использовались, пресайзабл бар везде включен, а качество текстуры на минимальном уровне. Их мы специально понизили, чтобы они не повлияли на производительность видеокарты с 4 гигабайтами видеопамяти. Этой темы мы коснёмся сразу после основного теста в ролике, а затем рассмотрим эффективность разгона и андервольта. Cyberpunk 2077. Пресет графики средний. Угол обзора 85 градусов. Cyberpunk всегда недолюбливал красных, и этот раз не исключение. 6500XT идёт близко с 1650 Super, немного отставая. 3050 опережает их более чем на 40%. При этом RX 6600 далеко впереди, как и RTX 3060, выступающая с ней почти на равных. Дум и тёрнул. Пресет графики абсолютный кошмар, угол обзора 90 градусов. Несмотря на минимальное разрешение текстур, 4 гигабайта видеопамяти оказалась впритык, а 6500XT только вышла. А что же будет дальше? Снова она едва опережает 1650 Super и ощутимо позади 3050. А RX 6600 вообще на целых 70% опережает новинку, что соответствует разнице в количестве блоков, хотя частота видеоядра 6600 заметно ниже. По энергоэффективности она тоже на высоте. Лимит мощности составляет всего 100 Вт, что немного душит её по частоте. Причём у 6500XT от того же вендора и той же линейки этот лимит всего на 10 Вт ниже, 90 Вт, и его хватает с запаса. Far Cry 6, ультра пресет графики, FidelityFX, CES и VRS выключены. Игра находится под эгидой AMD, но не сказать, что это много дало. 1650 Super по-прежнему едва отстаёт от 6500XT, 3050 всего на 20% впереди предка, и на четверть позади 3060. А RX 6600 снова имеет подавляющее превосходство на 6500XT в 62%. К слову, на 1650 Super вентилятор крутится, просто датчика нет. Forza Horizon 6, высокий пресет графики. Эта игра особенная. Во-первых, как и предыдущая часть, технология СЭМ даёт хороший прирост Родиону. Во-вторых, несмотря на неплохую оптимизацию, видеокарты используются не на полную. Это видно по их TDP. 3050 ранее поедала свыше 100 Ватт, а то и все 130. Но здесь всего 90. 6500XT вместо 80 потребляет около 60 Ватт, а RX 6600 иногда даже не упирается в лимит мощности, что позволило расправить ей крылья. Частота видеоядра в этой игре у неё выше почти на 200 МГц, чем это было в Думе или Киберпанке, благодаря чему FPS с ней выше, чем у 6500XT на 73%. А RTX 3060 нервно курит в сторонке. Снова Horizon, но тот, что Zero Dawn. Максимальный пресет графики, угол обзора 70%. 1650 Super и 6500XT неплохо держатся, проседая не сильно ниже 60 кадров. Чуть подсбросить настройки и вполне можно с комфортом играть. Видеопамяти снова впритык. К сожалению, таким образом не понять, хватает ли её. Возможно, игра решила воспользоваться незанятым пространством. 3050 на 35% быстрее, чем 1650. А RX 6600, которая снова потеряла 200 МГц по чипу из-за упора в лимит мощности, на 61% опережает 6500XT. 3060 ненамного впереди. Red Dead Redemption 2. Ползунок уровня качества сдвинут на две трети, остальные настройки для других видеокарт выставлялись по автоматическим для 6500XT, так как на них тот же пресет имел немного другие параметры. В очередной раз младший RX обладает лишь немного большим FPS, чем 1650 Super. Почти во всех играх за RX 6600 наблюдается привычка буферизировать всё в свою видеопамять. При равном с 3050 максимальном объёме в 8 ГБ у неё занято почти в два раза больше. Фреймтайм везде ровный, и зачастую при упоре в видеокарту на статистику редких и очень редких событий влияет количество сочетаний длинный короткий кадр, являющихся особенностью мониторинга, а не реальной нестабильностью. В среднем по палате выходит RX 6500XT чутка быстрее, чем 1650 Super, при этом сильно ограничена по медиаблоку и PCI-Express. RTX 3050 в среднем на 22% опережает RX, а до 3060 ей не хватает 37% производительности, что почти соответствует 40% разнице в количестве блоков. А RX 6600 держится наравне с 3060. Зачастую слегка проигрывала, но за счёт Far Cry 6 и особенно шестой Форзы немного опередила по среднему показать. В софте 3060 предпочтительней, конечно. Опираться на цены лучше вам самим. Всё сильно зависит, в какой момент вы смотрите ролик, откуда цены берёте, с первички или с вторички, а может даже лотерейных продаж по РРЦ, ну и так далее. На данный момент некоторые предпочтут взять более производительную RTX 2060 с компьютера Universe, нежели 3050. Но это один из множества вариантов. Ну а теперь пора говорить о грустном, о потерях производительности из-за PCI-Express и будущем видеокарт, когда видеопамяти станет сильно не хватать. В подтесте 3DMark, посвящённого именно этой теме, наглядно видна двукратная просадка пропускной способности при переключении на старую версию. На графиках сравнивается первый столбец со вторым, и третий с четвёртым. В других подтестах Fire Strike и Time Spy разница между одним и двумя процентами, поэтому их пропускаем. В AIDA, JP, GPU скорости немного отличаются, но суть та же. PCI-Express 4-ой версии X4 у 6500XT имеет почти те же скорости чтения и записи, что 3.08X у 3050, причём скорость копирования зависит от другого. У 3050 шина памяти в два раза больше, и если бы не меньшая частота GDDR6, разница скорости копирования отличалась бы тоже в два раза. Premiere Pro четвёртая версия PCI сокращает время рендера для RX на 27%, а для 3050 на 10. В первых четырёх сценах бенчмарка Blender разница минимальна, 1-2% от силы. Но когда дело касается массивного Виктора, это дело принимает совершенно другой оборот. На третьей версии PCI, RX отрендерила сцену лишь с третьей или четвёртой попытки, и это заняло у неё более чем в 2,5 раза больше времени, чем с 4.0. Для 3050 эта шина оказалась тоже очень важной, для неё разница составила чуть меньше тех же 2,5 раз. То есть для софта это очень важно, как и для игр. В левой части экрана мы сохраним те же настройки, что были в основном сравнений, а в правой повысим качество текстур. Doom не позволит поставить выше средних для видеокарт с 4 гигабайтами, но даже этого хватило, чтобы FPS просел. Пока видеопамяти хватало, PCI Express 4-й версии давал 5-процентный прирост, а стоило её чуть подзабить, как отрыв увеличился до 11%. Forza не ограничивает вас в выборе настроек графики, и если при том же высоком пресете графики выбрать экстремальные текстуры, то с третьей версии PCI Express FPS проседает почти в 2,5 раза, а с 4.0 почти в 2. Far Cry лучше не баловаться с текстурами. Даже на минимальном их уровне разница была в 8%, а с включенными HD текстурами, выкрученными на максимум, она уже трёхкратная. Ну, зато видеокарта вместо 80 ватт потребляет всего 30-40. Выходит, даже если сейчас чип у 6500XT способен тянуть средние или высокие настройки графики, то вам всё равно придётся снизить одну из самых заметных глазу настроек – качество текстур. С RTX 3050 ситуация куда лучше. Во-первых, попробуй-ка забей 8 гигабайт видеопамяти в Full HD разрешении, не включая трассировку луча и что-нибудь на фоне. А во-вторых, у неё 8 линий, а не 4. Даже с использованием текстур уровня «Абсолютный кошмар» в Doom'е, FPS остаётся прежним, а с более старой версией PCI вы потеряете всего 2%. В Forze, несмотря на свободное место в видеопамяти, FPS всё равно просел на 10%. И даже так прирост от четвёртой версии PCI виден на фреймтайме. Если по среднему FPS он даёт 7-8% дополнительных кадров при минимальных и максимальных текстурах соответственно, то статистика редких и очень редких событий при использовании последних отличается сильнее. Даже в Far Cry, уничтожившем 6500 XT, 3050 чувствует себя как ни в чём не бывало. Особенностью игры является появление статтеров от включения HD текстур. Именно из-за этого мы отключили их в тестах процессора. Но, как оказалось, даже с упором в видеокарту фреймтайм неровный. Остался последний этап видео. Разгон и андервольтинг новин. Андервольт подбирался по принципу тот же FPS, что и в стоке. То бишь память мы разогнали. И благодаря возросшей производительности снизили не только напряжение на ядро, но и его частоту. Разгон на Рыксе вышел достаточно забавный. Все ползунки максимально вправо. 6500 XT от Сапфир регулирует скорость вращения вентиляторов, опираясь в основном на энергопотребление, а не на температуру. Из-за чего выходит немного абсурдная ситуация, где разгон холоднее стока. Но если обратить внимание на скорость вращения вентиляторов, то всё встаёт на свои места. С андервольтом обороты почти те же, а TDP на 20 Вт ниже. За счёт чего температура чипа снизилась на 8-9 градусов. Для RTX 3050 нашли максимально стабильный офсет частоты и разогнали память. Лимит TDP на PolyDual увеличить нельзя, поэтому он остаётся прежним. Для быстрого андервольта использовался тот же офсет частоты, а лимит TDP был просто понижен до минимальных 77%. Так как в разгоне потребление то же, что и в стоке, ни температура, ни скорость вращения вентиляторов выше не стали, а благодаря андервольту потребление упало на 30 Вт, температура на 7-8 градусов и чуть замедлились вентиляторы. Что касаемо производительности, в Doom разгон 6500 XT дал 5% дополнительных кадров в секунду. Для 3050 прирост приятнее, 9%, но это всё равно слабовато. С другой стороны, видеокарта почти так же греется, так что почему бы и нет. В Форзе прирост от разгона для рыксы подрос. Теперь геймплей стал плавнее на 7%. 3050 ускорилось на те же 9%, что и в Doom. Надо оно вам или нет, решайте сами. Кто-то за каждый FPS борется, а кому-то важнее минимизировать шум от системы. Что в итоге? А в итоге видеокарты вышли спорными. 6500 XT, несмотря на максимальную урезанность, будет покупаться, так как это самая дешёвая из современных видеокарт. А 3050 вот тут зависит от цены. Местами RTX 2060 дешевле. На момент создания ролика в продаже 3050 нет. У вас есть ориентиры по производительности видеокарт, по их возможностям, поэтому опирайтесь на эти данные, на ценник и выбирайте сумму. На этом всё. Подписывайтесь, не забудьте воспользоваться средствами Ютуба для выражения собственного мнения и не болейте, конечно. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok